А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. Осознанный обман вкладчиков или невежество? Знали ли известные вайнеры о махинациях Мудараба Кэпитал? Крыша над головой или дорогостоящий визит к стоматологу? На что в первую очередь тратят пенсионные накопления казахстанцы? Резкий рост цены за газ в квитанциях коммунальных платежей спровоцировал недовольство нескольких тысяч человек. О том, как жители нескольких сельских округов пытались выяснить причину повышения. Расскажу я, Максим Казухов. Как инфляция повлияла на стоимость обучения вуза страны? Стоит ли студентам ожидать угрожания? В вопросе разбиралась я, Солданат Ругалиева. 30-ти градусные морозы, закрытые дороги и пустые классы. Какая погода ждет казахстанцев на этой неделе? Расскажу я, Даля Насипова. Задержан бывший зам преда антикоррупционной службы Максат Кужабаев. КМБ сообщили, что у высокопоставленного экс-чиновника подозревают в коррупции. В отношении задержанного продолжаются следственные действия. Иную информацию в интересах следствия не разглашают. В должности зам главы антикоррупционной службы Максат Кужабаев проработал меньше года. Известные вайнеры Мейржан Турибаев и Мейрхан Шерниязов не признали свою вину. Их обвиняют в создании и организации финансовой пирамиды. Сегодня в Алматы состоялось очередное слушание по громкому делу о деятельности компании «Астекс» и «Мудараба Кэпитал». Во время процесса гособвинитель впервые рассказал о подробностях вступления блогеров в ОПГ и раскрыл преступную схему. По версии следствия, несколько лет назад подозреваемый Курмангалиев создал финпирамиду «Астекс» и продумал план по привлечению туда известных личностей. Таким образом, Курмангалиев своими незаконными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 217, часть 3, пунктами 1 и 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, создание финансовой пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению доходов от привлечения денег и нового имущества без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. В сговоре, как оказалось, были известны и вайнеры Шерниязов, Саидпаев и Бурканов. Он, по словам прокурора, исполнял роль директора компании «Мудраба Кэпитал». Через нее привлекались вкладчики, которых искали блогеры. От них требовалось лишь рекламировать пирамиду в соцсетях и распределять прибыль между учредителями. Все они имели по 11% доли участия, резюмировал гособвинитель. Следующее заседание пройдет на этой неделе. В продолжение темы еще одного казахстанского блогера Токберьена Абиева взяли под стражу. По данным антикоррупционной службы, подозреваемому вменяют статью за вымогательство в особо крупном размере. У задержанного якобы имелся компромат на одного предпринимателя. За удаление данных блогер запросил 50 миллионов тенге. В случае отказа грозился распространить в СМИ порочащие сведения. Переписка сторон прикреплена в видео. Отмечается, что Абиева задержали 14 декабря после получения 50 миллионов тенге. Санкции суда он взят под стражу сроком на два месяца. Выяснилось, что находчивый блогер даже побыл главой Департамента по борьбе с коррупцией, зарегистрировав соответствующее ТО. Тем самым блогер вводил в заблуждение работников госорганов, совершая противозаконные вещи. Сейчас проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям, сообщили в ведомстве. Агентство по финмониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ. Они подозреваются в рейдерстве. Как сообщили в ведомстве, от правоохранителей скрываются Ельдос и Айдос Коспаева, Ерланы Машев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова и Алексей Кузнецов. Преступная группа предварительно захватывала имущество алматинских предпринимателей, отнимала их доли в компаниях и занималась теневым бизнесом. А местонахождение, разыскиваемых в агентстве, просят сообщить по телефонам доверия, указанным на официальных страницах ведомства в соцсетях. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли сотрудники МВД и КМБ. Совместная спецоперация проводилась в Алматинской области. Благодаря слаженным действиям силовиков задержан организатор лаборатории по производству синтетики. На месте силовики изъяли 30 килограммов мифедрона и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков. Содержание предшествовала оперативная разработка с проведением комплексно-специально оперативно-расследовательных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Республики Казахстан. Штраф до 70 тысяч тенге или арест на 30 суток грозит казахстанцам за нецензурную брань в общественных местах. Об этом сегодня сообщили в МВД. Поправки, внесенные в административный кодекс, начнут действовать с марта этого года. Ужесточат наказание из-за вандализма, порчу общественного и частного имущества. Отныне минимальная сумма штрафа за такой проступок составит 50 МРП. Это порядка 170 тысяч тенге. За умышленное повреждение чужого имущества предусмотрены административные изыскания в виде фиксированного штрафа 20 МРП либо арест от 5 до 10 суток. В случае повторного нарушения от 15 до 30 суток. Ведомстве также сообщили, что лжекурьер обманул астанчан на более чем 3,5 миллиона тенге. Выяснилось, что он принимал заявки, забирал товар, но не довозил до адресатов. Работал злоумышленник через популярное приложение. В результате обманутые клиенты так и не дождались купленных мобильных телефонов, ноутбуков, беспроводных наушников и другой техники. По всем фактам проводится досудебное расследование. Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. В Туркестанской области нашли тело 76-летнего мужчины. Как сообщили в областном департаменте полиции, житель села Козылту пропал 5 января. Он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. К поискам подключились не только полицейские, но и местные сельчане вместе с волонтерами. Обстоятельства смерти мужчины выясняются. 8 января вечером тело пропавшего мужчины было найдено в местности Шурен-Тубе. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Товарный поезд сошел с рельсов на юге Казахстана. По информации пресс-службы нацкомпании «Казахстан-Тимржул», инцидент произошел на станции «Манкет» железнодорожного участка «Шимкент-Арыс». Сама авария не повлияла на движение других поездов. Ведутся восстановительные работы. Причины происшествия устанавливает специально созданная комиссия. Жертв и пострадавших нет. И к событиям в мире. В Сенегале объявили траур по погибшим в крупной автокатастрофе, в которой скончались по меньшей мере 40 человек. А в Мексике из-за столкновения поездов скончался пассажир метрополитена. В Китае снимают последние ограничения на своих границах. Подробнее об этом и не только в мировом обзоре Диаса Махамбетова. В Сенегале объявлен трехдневный траур в связи с гибелью не менее 40 человек. Люди погибли в автокатастрофе, которая произошла в шести километрах от города Кафрин в центре страны. Столкнулись два пассажирских автобуса. По официальной информации, водитель одного из них потерял управление из-за лопнувшего колеса. Пассажирский транспорт выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автобусом. Это ужасная трагедия. Выражаю соболезнования всем близким погибших. Власти должны принять все меры, чтобы подобного не происходило на дорогах. По меньшей мере, один человек погиб в результате столкновения двух электропоездов в метро в Мехико. Около 60 пассажиров получили различные травмы. 35 из них госпитализированы. Столкновение поездов произошло между станциями третьей линии столичного метрополитена. Причины произошедшего выясняются. Раненые были доставлены в местные больницы. Трое из четырех человек, застрявших в вагонах поезда, были спасены. Остальным пострадавшим также оказывается вся необходимая медицинская помощь. До 20 возросло число детей, скончавшихся в Узбекистане после приема лекарственного препарата против ОРВИ индийской компании. Все больные принимали сироп ДОК-1 МАКС. Управление здравоохранения на Манганской области подтвердило информацию об этом спустя 18 дней после появления сообщений в социальных сетях. Глава Минздрава Узбекистана поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Кюромакс в 2022 году. В Китае сняли все оставшиеся ограничения у контрольно-пропускных пунктов на сухопутных и морских границах, а также в аэропортах. Большинство пограничных переходов были закрыты почти три года назад с начала пандемии. Отмена ограничительных мер связана с массовыми протестами граждан. Между тем, в Поднебесной продолжает набирать обороты новая серьезная волна ковида. Другие страны мира уже начинают вводить собственные ограничения на въезд китайских граждан. Немецкие полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в подготовке к теракту с применением химического оружия. 32-летний выходец из Ирана и его брат готовили нападение с использованием цианида и рецина. В квартире подозреваемых провели обыск. Ядовитых веществ там не нашли, но в прокуратуре утверждают, что располагают иными доказательствами вины задержанных. Диас Махамбетов, телеканал Алматы. Все больше казахстанцев предпочитают тратить пенсионные излишки на лечение. По данным ЕНПФ, лишь в прошлом году более 600 тысяч заявителей решили сосредоточиться на своем здоровье. На их спецсчета поступило 193 миллиарда тенге накопления. Это в полтора раза больше позапрошлогодних показателей. В то время как спрос на покупку жилья у вкладчиков уменьшился в три раза. Хотя изначально, с момента, как появилась возможность досрочного снятия пенсионки, именно собственные квадратные метры были главной целью. В 2021 году их счастливыми обладателями стали почти полтора миллиона получателей. В 2022 году было исполнено 262 117 заявлений на лечение, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Надо отметить, что чаще всего казахстанцы используют в медицинских целях свои накопления на стоматологию. Денежные выплаты вместо продуктовых корзин. Семьи, которым ранее выдавали гарантированный социальный пакет в виде наборов продуктов питания и бытовой химии, теперь будут получать помощь деньгами. Такую поддержку оказывают детям от года до 6 лет, семьи которых получают АСП. Размер выплаты составляет 5174 тенге на одного ребенка. Вы смотрите новости, далее выпуски. Резкий рост цены за газ в квитанциях коммунальных платежей спровоцировал недовольство нескольких тысяч человек. О том, как жители нескольких сельских округов пытались выяснить причину повышения, расскажу я Максим Казлов. Как инфляция повлияла на стоимость обучения вуза страны? Стоит ли студентам ожидать удорожания? В вопросе разбиралась я, Салтанат Ругалеева. 30-ти градусные морозы, закрытые дороги и пустые классы. Какая погода ждет казахстанцев на этой неделе, расскажу я Даля Насипова. В Алматинской области назревает газовый скандал. Все из-за квитанции с высокими суммами за отопление. Их в этом месяце получили несколько тысяч потребителей в Карасайском районе. Не получив внятных объяснений от компании-поставщика, сегодня сотни жителей пришли в местный Акимат с требованиями разобраться в ситуации. Подробности в репортаже Максима Козлова. Раньше за пользование газом хозяева этого дома площадью 120 квадратных метров платили около 30 тысяч тенге. В последний раз ценник неприятно удивил. Вместо привычной суммы отдать пришлось почти 47 тысяч. Местная жительница Клара Коробекова никогда столько за газ не платила. Говорит, что месяц прожили как обычно и большого потребления не заметила. Жалуется, что газ стал хуже греть. Рассказывает, что раньше чайник закипал за несколько минут. Теперь может стоять на плите полчаса и ничего не меняется. Такая же ситуация и у ее соседей. Местные жители подозревают, что качество топлива стало хуже, поэтому и его объем вырос. Готовили как обычно, мороза не было. Почему мы платим такие деньги за газ? Расход стал очень большой. Огромные цифры в статье «Коммунальные расходы» вынудили людей собраться и спросить все напрямую у поставщика. Ведь, по их словам, в сельском округе ценник за газ дороже, чем в районном центре. Например, страховка на машину в городе стоит 20 тысяч. В сельском округе – 11 тысяч. Поступление на учебу в городе – 500 тысяч. В сельском округе – в районе 300 тысяч. Но почему-то цена на газ в сельском округе дороже, чем в районе и в городе. Увеличение платежа в компании объясняют тем, что тариф повысили летом, а в теплое время практически незаметны изменения в цене. Летом расход газа падает практически до нуля. То есть летом у меня за месяц расход газа точно такой же, как зимой за один день. Расход по газораспределительной станции у нас был в ноябре месяце 4 миллиона 200 кубов, а в декабре почти 7 миллионов кубов. То есть потребность газа была, естественно, мы его поставляли. Представители компании поставщика ответили, что готовы на любые проверки и по качеству газа, и по условиям нахождения на рынке. Контролировать весь процесс будет специальная группа. Мы приняли решение сейчас совместно с антимонопольным органом, совместно с прокуратурой и представителями жителей. Создадим комиссию и сейчас все эти работы проведем. И проверим вообще формирование их тарифа, исполнение тарифной сметы. И после по результатам будем дальше смотреть, как будем организовать работу с данным предприятием. В случае выявления нарушений по ценообразованию и качеству подаваемого газа компанию поставщика могут сменить, и почти 10 тысяч человек будет обслуживать другая подрядная организация. Максим Козлов, Медецаматулы, телеканал Алматы, Алматинская область. Между тем, третья учебная четверть началась с пустых классов в школах Астаны, Кустаная и Семея. Из-за сильных морозов учеников отправили на дистанционку. Непогода стала причиной и закрытия автодорог. За последние сутки по стране перекрывали более 60 участков трасс. Далее Насипова передают из столицы. Пустые классы и тишина в коридорах. В Астане, Кустаная и Семея с каникул в школу вернулись только учителя. Из-за морозов по 30 градусов школьники учатся дистанционно. Педагоги говорят, что проблем с онлайн-обучением нет. Система была пробирана еще в пандемию. Но все-таки присутствуя на уроках, дети лучше осваивают материал. Конечно, разница в оффлайн и онлайн формате есть. Особенно если взять возрастные особенности детей, например, первого класса, класса дошкольного образования. Для них приходится немножко сложновато. Но на данный момент есть очень много образовательных платформ, которые имеют интерактивные формы обучения. Впрочем, морозы вносят коррективы не только в жизнь школьников. Движения на трассах в последнюю неделю можно назвать частично парализованным. Дороги то закрывают, то снова открывают. За последние сутки были перекрыты больше 60 участков автодорог. Топ-3 вопроса в колл-центре Казавтожола, когда откроют дорогу, какие именно участки закрыты и просьбы о помощи. Наши операторы обработали 40 тысяч звонков. То есть вы понимаете, как много. Они работали в авральном режиме дорожниками. Было подсыпано почти 9 тысяч кубометров противогололедных материалов. Это все на территории республиканских автодорог. Суровую морозную неделю синоптики прогнозируют не только на севере страны. Самую низкую температуру обещают на этой неделе в Восточно-Казахстанской области. Столбики термометров ночью там могут опуститься до минус 43. Днем будет до 33 мороза. В горных районах юга и юго-востока ожидается выпадение сильного снега. Температура воздуха на западе ночью минус 35, днем минус 25. На юго-западе республики ночью минус 23, днем минус 15. На северо-западе и севере ночью повышение от минус 40 до минус 30 градусов мороза. Днем от минус 35 до минус 22. В центре основной фон ночью минус 40, на юге минус 30 мороза. Днем повышение от минус 30 до минус 26 градусов. Об аномальных морозах предупреждают и алматинцев. В ближайшие дни в южной столице будут идти сильные снегопады, которые сменят 25-градусные морозы. В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы горожанам рекомендуют быть внимательнее на улицах, так как, помимо всего прочего, ожидается сильный гололед. Далее на СИПВА Дэниар Умар, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана. Тем временем коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы. В преддверии предстоящих морозов и снегопада на всех базах организовали круглосуточные дежурства. Напомню, ранее синоптики спрогнозировали резкое понижение температуры до минус 25 градусов. Как будут бороться с непогодой и сколько спецтехники задействуют, узнаем у главного специалиста отдела профильного управления Александра Сергеева. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, по какому графику будут работать ответственные службы? Александр? Организовано круглосуточное дежурство. У нас имеется 969 единиц техники. Все сейчас находятся на базах. Дорожные рабочие, механизаторы, водители. На местах дислокации за час до снега у нас становятся пескоразбрасыватели, которые сразу с начала снегопада начинают посыпку дорог. То есть после посыпки, где-то часа три будет идет посыпка. После этого у нас будет выходить техника, которая будет сгребать этот снег. И если он будет продолжаться, будет снова производиться посыпка. Какие меры будут предприниматься в целях недопущения пробок на дорогах? И какие улицы планируете очищать в первую очередь? Ну, естественно, что у нас город, спальные районы расположены на западе. На востоке у нас все учреждения. Поэтому все магистральные улицы, у нас их не так много. Альфараби, Абая, Сатпаева, Рыскулова, Тулиби. Эти улицы будут в первую очередь, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд населения к месту работы и обратно. Вот, естественно, после этого будут обрабатываться все остальные улицы магистральные. Ну, и по графику, так сказать, существует три очереди. После этого будут обрабатываться дороги уже районного местного значения. Скажите, пожалуйста, какие меры предосторожности во время непогоды обязаны соблюдать водители и пешеходы? Ну, в связи с тем, что гидромет нам прогнозируют очень сильные морозы и гололедицу, просим автолюбителей соблюдать дистанцию между автомобилями, уменьшить скоростной режим, рядность соблюдать. А пешеходам, естественно, осторожно ходить по тротуарам, потому что все равно, как бы мы ни убирали, все равно прогнозируют гололедицу, все равно гололедные явления будут. Поэтому берегите себя, просим пораньше выезжать на работу вот эти дни, чтобы, так сказать, не торопиться, чтобы успевать, и, то есть, чтобы с меньшей скоростью, как бы, безопасно добираться до работы. Спасибо большое за информацию. О режиме работы коммунальных служб Алматы во время предстоящих морозов и снегопада нам рассказал главный специалист отдела управления развития коммунальной инфраструктуры Александр Сергеев. 17 новых сейсмических станций установят в Алматы. Они будут оповещать жителей о землетрясении. Работы планируют завершить в этом году. Специалисты уверены, что это позволит быстрее реагировать на потенциальную угрозу и подготовить население к возможной эвакуации. А как работает нынешняя система, которая измеряет и предсказывает подземные толчки, расскажет Рустам Эрлбаев. Здесь, в горной породе, в длинных коридорах, за семью печатями, хранится тайна сейсмологии. И сейчас мы с вами заглянем за эти железные двери. Эта чувствительная аппаратура, которой буквально заполнен весь коридор, чувствует даже самые маленькие вибрации. И наши шаги не исключение. А все показатели она отправляет прямо на сейсмологическую станцию. Всю информацию фиксируют вот эти приборы внутри станции и переводят их на мониторы. За ними круглосуточно наблюдают опытные сейсмологи. Каждую секунду эта аппаратура фиксирует любую сейсмоактивность. Мы наблюдаем за ней 24 часа в сутки. Если мы замечаем повышенную активность, сильные толчки или другие признаки сильных землетрясений, то экстренно передаем эти данные нашим коллегам в Институт сейсмологии. А это своего рода мозговой центр сейсмологии. Именно сюда поступают данные со всех станций, где их обрабатывает команда специалистов. Объединение двух организаций – Казахского института сейсмологии и сейсмологической опытно-методической экспедиции поможет лучше координировать действия в научной и практической деятельности обоих центров, уверены ученые. Раньше наши сотрудники экспедиции были привлечены только в производственную составляющую. После объединения эти сотрудники могут участвовать в научных исследованиях, что даст повышение их квалификации, а также улучшение материальных финансовых положений. Основными направлениями деятельности центра станут оценка сейсмической активности, научные прогнозы землетрясений, мониторинг и другие задачи. По словам специалистов, реорганизация поможет оптимизировать работу обеих организаций, расширить профиль сотрудников и обеспечить комплексные меры по каждому направлению. Рустам Аралбаев, Сагндых Нарыков, телеканал Алматы. В казахстанских университетах могут пересмотреть стоимость обучения. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Отметив, что вузы вправе самостоятельно устанавливать прайсы, которые будут зависеть от региона и расходов, насколько теперь высшее образование будет доступно и качественно для абитуриентов, пыталась понять Рамина Мирзалимова. Алматинец Арастан Агбеев учится в одном из ведущих вузов страны. Парень мечтает стать дипломатом. Цена за обучение в университете, говорит он, ежегодно дорожает. Но понимает, что качественное образование, соответствующее международному уровню, стоит немало. К примеру, в моем университете заметен рост цен на обучение. Составляет ежегодно 10%. Это, следовательно, повышается не на 100 тысяч, не на 200, а в общем на 300, даже 500. В свою очередь, в профильном министерстве призвали вузы не повышать стоимость обучения ежегодно. Однако некоторые поправки в прайсе из-за роста инфляции все же возможны. В пример, там привели ситуацию прошлого года, когда университеты заметно повысили цены. Вместе с этим мы, как уполномоченный орган, призываем их не поднимать радикально. Но корректировки в пределах инфляции возможны. Однако, как подметили в ассоциации вузов страны, повышение цен на получение высшего образования может положительно сказаться на материально-технической базе вузов и зарплате преподавателей. Делать доступное образование государственной программы, в которой президент об этом говорит, в месте правительства, министерства образования должны реализовать эту программу. В этой связи решено повысить оплату, стоимость гранта, для того, чтобы вузы могли получить возможность строить общежитие, укреплять материальную базу, открывать новые лаборатории. По данным профильного ведомства, в каждом университете своя цена на обучение. А если стоимость образования на коммерческой основе все же повысит, по крайней мере, делать резкий скачок не будут, считают в ассоциации. Повысить оплату сразу не могут, потому что народ, платежеспособность, возможности разные. Кто-то может, кто-то не может. Естественно, высшие учебные заведения, особенно те, кто работает на частной основе, у государства вузов, у которых есть этот коммерческий сектор, они должны учитывать, и это учитывают. Потому что автоматически не можешь повысить, 5 раз, 6 раз. Всего по стране насчитывается 600 тысяч студентов, из них порядка 60% учатся на платной основе. По мере повышения стоимости обучения, государство планирует выделять образовательные гранты, льготные кредиты на обучение. Кроме того, планируется и повысить стипендии. Рамина Мирзалимова, Салтанат Нургалеева, Жекслык Тлепперген, телеканал Алматы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok